Россия. Страна, где депутаты могут принимать любые законы, четко понимая, что выполнять их придется не им, а глубинному народу. Не мешайте. Это самый сложный вопрос. В стенах Госдумы на полном серьезе рассматривали законопроект о пенсиях для стукачей от Ирины Яровой. Крыша течет. Ну что я могу сказать? Предложение штрафовать людей в купальниках и плавках от Милонова. Хотите пройтись по улице в купальнике, будьте готовы заплатить 3000 рублей штрафа за мелкое хулиганство. И даже урегулирование количества половых актов на законодательном уровне от Жириновского. Я знаю, что есть половые контакты каждый день. Бывает вообще и два раза в день. Это чудовищно. Еженедельно бывает, ежемесячно. Мы предложили расхватку. Так было раньше. Сейчас же все гораздо интереснее. Давайте откроем матрешку и рассмотрим 7 самых бредовых законов, принятых в РФ в этом году. Открывает наш рейтинг идея губернатора Ярославской области Михаила Евраева ввести штрафы за плевки в общественных местах. Многое было сделано в последнее время в регионе. Многое предстоит сделать, безусловно. Теперь, если плюнул где-нибудь в парке или на остановке, платишь полторы тысячи. Очень своевременная инициатива. Это сыграет свою роль и в ходе будущей избирательной кампании. Я хочу пожелать вам успехов. Теперь, слушая предвыборные обещания российских политиков, никто и не вздумает плеваться, потому что дорого. Шестое место занимает инициатива депутатов Пермской гордумы, которые разрешили себе бесплатный проезд в общественном транспорте. Зачем это людям, для которых общественным транспортом является личный Мерседес? Можно только предположить. Однако очевидно, что народные избранцы явно же не о народе простом думали. Чего молчишь ты, Боже? На России думает о народе, голодой ты человек. На пятом месте закон о трудовом воспитании школьников. То есть в России детский труд теперь норма, прописанная на уровне Конституции. Трудовое воспитание школьников с этого 1 сентября станет обязательным. Кстати, такой закон ранее приняла Госдума. Не плачь, не расстраивай меня. Кстати, тех, кто будет хорошо работать, отправят в лагерь. В отличный севернокорейский лагерь. Там у них хорошее пионерское лагеря в Корее. Поэтому, может быть, договоримся, кого-нибудь отправят в пионерское лагеря, встречающих. Поэтому есть такая возможность. На четвертом месте закона запрете на смену пола. Он запрещает медицинские вмешательства для осуществления трансгендерного перехода. Будь то хирургическая операция или гормональная терапия. Госдума приняла закон о запрете смены пола. Что думаете по этому поводу? Нет, ну на самом деле проблема смены пола очень серьезная. Можно сказать, архиважная. Особенно для страны-агрессорши. Мобилизационный резерв, который благополучно иссякает. Уже известно, что некоторые представители сильного пола таким образом пытались уклониться от мобилизации. Да и к тому же Россия должна спасать семейные ценности. Она просто обязана взять на себя эту миссию. Мы с вами единственная страна европейская, которая сегодня противодействует тому, что происходит в Штатах, в Европе и делает все для сохранения семьи традиционных ценностей. А вот для повышения социальных выплат и зарплат простым россиянам, улучшения медицинских услуг, ремонта домов и дорог, российская власть почему-то не делает ничего. Правительство не видит пока в этом необходимости. Еще один шедевр путинских прихвостней – закон о цифровом рубле. Россия первая в мире страна, которой удалось оцифровать дерево. Мы видим, что происходит с капиталами, как они и куда двигаются. Мы видим, что экономика находится на... Никогда еще мем с зарплатой в виде ветки не становился таким близким к реальности. Без слез смотреть невозможно. С другой стороны, открывается масса возможностей. Теперь накапливать долги в микрозаймах можно в наличной, безналичной и цифровой форме. Все-таки Россия – страна удивительных возможностей. На втором месте изменения в законе о госбюджете на 2023 год, который подразумевает масштабную индексацию зарплат бюджетникам по постановлению правительства и по указу президента. Есть проблема с бюджетом. Большая долговая нагрузка. Нужно бюджет сбалансировать. Вопрос, за счет чего балансировать. Правительство позаботилось о повышении зарплат для полицейских, надзирателей, таможенников, ГБшников и военных. Еще одна тема, о которой говорил президент – уровень заработных плат бюджетников во всех сферах и в каждом регионе страны. Система оплаты их труда должна быть максимально прозрачной. Президент поднял зарплату себе, министрам, совбезу и членам ЦИК. Продай, Володя. А ты свой хлеб не зря ешь. Других повышений зарплат бюджетников для вас, россияне, нет. Пошел бы бухгалтерию жаловаться, а им не его заплатили. А вам не хватает? Сущие копейки. В моем деятельности, вот я… А, так это зарплата? Да, это все, да. Но в отличие от Путина и его свиты, вы можете рассчитывать на гробовые. В этом и есть высшая российская социальная справедливость. Надо жить по правилам. Каким правилам-то? И, наконец-то, первое место. Оно уверенно уходит закону об изменении публикации деклараций и статистических данных. Другими словами, чиновники больше не обязаны отчитываться о своих доходах и собственности, как и об информации о тратах бюджета. Приняли этот закон потому, что неприлично считать чужие деньги. Не скрепно. Когда люди начинают рассуждать о чужих деньгах и о том, не лучше ли было бы эти деньги потратить на что-нибудь другое, то само по себе это рассуждение, оно в нем есть, на мой взгляд, некий элемент безнравственности. Ну, заработал какой-то друг Путина очередной миллиард или купил очередную яхту. А вы продолжаете скидываться на войну. Отдавайте свои деньги и жизни якобы за родину, которой на вас наплевать. Ну, а те, кто на войну не поедет, обязаны на нее скинуться россиянам, урезают зарплату и принудительно заставляют донатить армии. Мало того, война в целом ведется на деньги налогоплательщиков. И без их согласия, так еще и налоговые сборы теперь стали нормой. Вообще, меньше знаешь, лучше спишь. Это жизненно важное решение в стране, где наблюдается катастрофический недостаток успокоительных и антидепрессантов. Да-да-да, есть определенные риски, но мы их видим и купируем. Одним словом, все для вас, россияне, для народа. Вы же это кушаете. Мне легче жить не понимаете. Клянусь, вот я сейчас хочу быть дураком, мне это удобно. Ну или все для фронта, где вы партиями погибаете за больные амбиции кремлевского карлика. То, что мы сегодня обороняемся, а мы достойно обороняемся, даже если где-то мы чуть-чуть просели, это не наше выражение. Это тактическая необходимость, исходя из той ситуации, которая складывается на переднем крае. Вы спросите, почему в рейтинг самых безумных законов РФ этого года не включены законы о старте осеннего призыва с 17 октября? Адас, повесточный патруль! Мы идем стоять, никому не двигаться. То есть двигаться строем с песней и на фронт. Или почему мы не акцентируем внимание на возросших с октября штрафы за неявку в военкомат до 60 тысяч рублей? Или штрафы для компаний, сотрудники которых не явились по повестке до 500 тысяч рублей? Это все точно работает. Уголовная ответственность у нас только так. Людям присуждается. Поэтому тоже будьте здесь крайне внимательны. Так а зачем говорить о крепостной повинности? Она для вас, россияне, является привычным делом. Для бездумной массы с рабским сознанием ничего не изменится. Но вряд ли что-то изменится кардинальным образом. Ну, может, гайки потуже закрутит путинская власть. Но вы этого не почувствуете. Потому что вы привыкли жить под царем. И склонив голову делать то, что вам прикажут творцы бандитских законов. Криминальные авторитеты, которые стоят у руля страны-террористки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok